Теавиатионист, Италия, загадочный истребитель Су-47 стал сюрпризом на авиасалоне МАКС-2019. Том Ди Мерли, Теавиатионист, Италия, 29 августа 2019 года. На аэрокосмическом салоне МАКС-2019, проходящем на территории международного аэропорта Жуковский в пригороде Москвы, можно будет познакомиться с будущим российской авиацией, а также увидеть некоторые редкие и замечательные образцы из прошлого. Один из блестящих объектов из ретроспективной статической экспозиции был продемонстрировал 26 августа. Журналисты и фотографы, собравшиеся на популярной наблюдательной площадке под названием «Трубы» ТППС, На короткое время вечером в понедельник получили неожиданную возможность увидеть, как экспериментальный и очень редкий истребитель Су-47 «Беркут» буксировали от места своей обычной стоянки в зону статической экспозиции. Всего был построен лишь один истребитель Су-47 «Беркут». Свой первый полет он совершил в сентябре 1997 года, вызвав значительный интерес у западных наблюдателей. Во время его буксировки от стоянки к месту статической экспозиции фотографы в течение нескольких минут получили исключительно редкую возможность сфотографировать этот самолет под открытым небом и при хорошем свете, а затем Су-47 занял отведенное ему место на весь салоне в аэропорте Жуковский. Истребитель Су-47 «Беркут» иногда называют «золотым орлом», а еще у него есть обозначение С-32, С-37, или «бочонок», «Фиркин», по кодировке НАТО. Он был изготовлен в единственном экземпляре в основном для проверки работоспособности некоторых новых систем управления полетом и общих характеристик конструкции. Наиболее впечатляющим ее элементом являются необычные крылья обратной стреловидности. Однако Россия не первое начало экспериментировать с крылом обратной стреловидности. В 1984 году Соединенные Штаты начали испытания истребителя Х-29 фирмы «Грумман». У Х-29 тоже были крылья обратной стреловидности и системы управления полетом с помощью электроприводов. Появление вчера истребителя Су-47 «Беркут» оказалось приятным сюрпризом для примерно 20 фотографов. находившихся вечером на смотровой площадке трубы рядом с забором аэропорта «Жуковский». Сначала Су-47 было трудно идентифицировать с расстояния примерно в один километр, поскольку он находился за тягачом и машиной сопровождения. Но когда он приблизился, более опытные любители споттинга сразу поняли, что получили возможность увидеть нечто особенное. «Я был здесь много раз, в течение многих лет, но никогда не видел этот истребитель», — сказал один фотограф в беседе с корреспондентом веб-сайта «Aviationist». Фотографы быстро взобрались на свои лестницы, чтобы сфотографировать Су-47 поверх забора с колючей проволокой, расположенного вокруг авиабазы. Уже через несколько минут фотографии Су-47 начали передаваться по каналам связи, вызывая удивление у любителей авиации по всему миру. Всего за 30 минут видеозапись, размещенная в Фейсбуке веб-сайт «Aviationist», получила более тысячи просмотров. Истребитель Су-47 «Беркут» будет размещен в зоне статической экспозиции на авиасалоне «Макс-2019» вместе с огромной коллекцией замечательных российских экспериментальных самолетов из собрания находящегося в Жуковском летно-исследовательского института имени Громова. Авиасалон «Макс-2019» открыт с 27 августа по 1 сентября. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.